всем привет понедельник начало новой рабочей недели и первым делом я еду на латвия с бальзамс везу картон который я забрал прошлую пятницу из сталина если кто не видел прошлое видео то ссылочку на это видео я оставлю в описании прошлый раз я ехал немножко с другой стороны и сворачивал на круговом движении на педру с а сейчас я сразу решил повернуть на деглова и ехать уже по деглова по прямой никуда не сворачивая потому что на педру с там ремонт дороги объезд дорога закрыта по которой навигация меня вела поэтому решил сегодня сразу вернуть на деглова быстренько меня сегодня разгрузили ждать практически не пришлось написал диспетчеру что меня разгрузили но диспетчер говорит грузов пока что нету поэтому нужно будет ждать так как на бальзамке там движение постоянное туда-сюда поэтому с диспетчером решили что поеду на базу и спокойно постою на базе пока диспетчер найдет груз так что пока не знаю что буду загружать и куда повезу пока еще неизвестно было бы неплохо если бы опять какие-нибудь эти пластиковые бутылки канистры с удовольствием бы такой груз повез снова в литву или в эстонию без разницы куда наконец-то диспетчер нашел мне загрузку уже 12 часов дня сейчас буду загружаться тремя палетами и будет доставка здесь по риге загрузили мне три палета с водой и сейчас еду доставлять на улицу донтес наверно думаете что где-то вы уже эту картинку видели в этом видео сейчас еще раз еду в эту сторону по деглова потому что разгрузка будет на улице донтес четвертый раз уже проезжаю за сегодняшний день дегловский мост два раза в одну сторону два раза в другую нету грузов говорит диспетчер поэтому опять еду в сторону базы буду на базе на паркинге ждать вот к вопросу о том что самое сложное в дальнобое в дальнобое по поводу того видео которое я выставил что самое тяжелое самый первый мой шеф сказал это ждать когда не знаешь сколько тебе надо ждать так вот так же и сегодня опять было диспетчер говорит ну отдыхай как появится что-то я тебе скину информацию ну и как обычно это бывает как это называется только я сделал бутерброды только думал сейчас что-нибудь перекушу как тут же диспетчер присылает вот есть загрузка ну что делать пришлось все бутерброды сворачивать положить их в холодильник и ехать на загрузку поэтому для меня одно из самых тяжелых в дальнобое это действительно ждать когда ты не знаешь сколько нужно ждать если конкретно говорят все вот час у тебя есть час или два часа и так далее это одно дело если это час то я знаю что 50 минут я могу спокойно отдыхать а затем буду готовиться в любой момент что называется выехать конечно с одной стороны согласен как кто-то из вас писал в комментариях а что тебе? говорит сиди отдыхай так и есть отдыхаю но все равно где-то что-то внутри какая-то нервозность когда позовут когда позовут и вот закон подлости как только бутерброды начинаю готовить сразу зовут на загрузку или разгрузку или присылают адрес куда ехать загружаться бабуля с палочкой еле идет зеленый только загорелся она вроде вышла на зебру посмотрела что так далеко идти и пару шагов назад что видимо решила не дойдет за то время пока горит зеленый но вот хорошо мужчина помог что говорит пойдемте бабуля провожу вас у самого тоже была ситуация в жилой зоне выезжаю в сторону шоссе автомагистрали и бабуля лежит на дороге и ну видно палочка рядом с ней валяется и не может никак подняться ну что делать я вышел и помог бабуле подняться и перейти проезжую часть если у вас есть такая возможность то помогайте пожилым людям угадайте куда же это я сейчас еду дам вам время чтобы вы подумали куда же это я направляюсь можете даже нажать на паузу и написать в комментариях ваше предположение куда же это я еду да я понимаю еду по улице масковас в сторону кингаракса итак ответ нет не на загрузку я еду кто подумал что на загрузку нет это не загрузка я еду в сервис теперь еще один вопрос как вы думаете зачем я еду в сервис чинить машину снова не угадали я еду за стропами больше месяца прошло с того момента как в сервисе заказали стропы вот наконец-то стропы появились я еду чтобы их забрать но новых строп будет всего лишь 8 больше пока что не дают на машину если бы еще и грузы были бы такие на которые требовалось 4 6 или максимум 8 строп тогда понимаю это было бы другое дело а то иной раз такие загрузки происходят когда нужно 16 а то и 18 строп использовать а у меня в данный момент в машине их всего 15 и как я уже говорил в предыдущих некоторых своих видео что у этих строп уже заканчивается срок годности срок эксплуатации их 5 лет с момента изготовления и эта дата изготовления она указана на бирочке на каждой стропе на каждой стропе и также на каждом замке так что вот такая приятная для меня новость сегодняшний день загрузки разгрузки на сегодня закончены диспетчер прислал информацию насчет завтра завтра будут две загрузки и с этих двух загрузок я повезу груз в Литву так что не пропустите мое завтрашнее видео в нем я расскажу а может быть даже и покажу чем я загрузился получил я свои 8 строп произведены в феврале 2022 года полгода нету стропом еще и снова в третий раз уже за сегодняшний день возвращаюсь на базу теперь уже до утра до завтрашнего дня буду стоять отдыхать спасибо тем кто досмотрел это видео до конца не забывайте ставить лайки пишите ваши комментарии а также подписывайтесь подписывайтесь на канал кто еще не подписан до нового видео до�alu до нового до новых до новых Sekure и до новых до новых